Вы думали, что ледокоптер прилетел? А нет! Мы сейчас находимся на 63-м этаже в Москва-Сити. Ощущение, что ты паришь просто в воздухе. Особенно, когда стоишь вот так вот, вот здесь вот с краешку. Очень, конечно, такое стрёмненькое ощущение. Надо прямо сказать, ну то есть не для слабонервных, то есть если вы боитесь с высоты там и все такое, то не стоит. Не стоит вам сюда, но мы высоты не боимся, пойдет нам в класс. Все волнуются, но, разумеется, не без этого. Сейчас Алина с Димой фотографируются с гостями, когда только они услышали маршмут. Все они такие, ой-ой-ой. Видно дикое волнение, конечно, не только со стороны молодоженов, но и со стороны близких. Сегодня с Алиной, Димой родители, и приехали две подружки. Несмотря на то, что сегодня банкета не будет, ребята заказали, торжественную церемонию. Алина красиво одета, в платьишки, все прочли с цветочками. Мне кажется, это очень мило. Сначала заходят во дворе забрать сочетание молодожены, проходят в комнату ожидания, потом проходят в следующую комнату, как вы уже поняли, да? Подают, ну не подают, а расписываются в документах необходимых, а после этого уже заходят в третью комнату, вот в эту, где происходит непосредственно торжественная регистрация брака. И вот когда они стоят перед этой комнатой, вот вы видели лица молодоженов в этот момент, они такие... Расскажи сейчас то же самое, что ты сказала мне, всем девчонкам, которые планируют делать регистрацию брака и банкет, и еще выездную церемонию, и венчание, все в один день. Хорошо, что мы это сделали не в один день. Почему? Ну, во-первых, потому что я бы сейчас не представила, что если бы еще после этого пришлось бы ехать на банкет и на фотосессию, и на все это не спасили. А еще с утра я и так бы в 8 утра встала, а так надо было бы встать в 5 или в 6. Поэтому не делайте такого. А завтра она спокойно проснется, выпьет ароматный кофе. К ней придет стилист, она посмеется и поулупается со стилистом. Так что не делайте так, пожалуйста. Ну, сделайте так. Все, пойдем на регистрацию брака. Какое время? Тем временем. 14.00. Хочу вам сказать. Нам сказали, что в 13.30 у нас будет регистрация брака. И это к вопросу, если мы опаздываем на 10-15 минут, регистрировать нас или нет. Как видите, ребята приехали даже раньше, но в 14.00 мы только сейчас будем заходить со торжественной регистрацией. Вы сейчас проходите на торжественную церемонию, присаживайтесь на струч. Просьба выучить звук ваших манерей. Как же красиво. Вот они сидят, вся Москва как на ладони, все светится, сверкают. Вот они скинули на фото, мы так посмотрели, думаем, боже мой, такая же красотища. Мы тоже захотели провести здесь ночь перед свадьбой, но надо отдать должное. На этом номере настоял видеограф наш, потому что ему очень хотелось, чтобы было здорово, чтобы было много места, чтобы это было очень красиво. И поэтому мы поменяли номер. Первый номер изначально у нас был другой номер. Почему вообще такой номер? Почему вообще в таком стиле? То есть, если посмотреть, он не выглядит как какой-то мимишный, нежный такой невестинский номер. Он такой не беленький, он такой не с белоснежными диванчиками, без розовых слоников и все такое. Потому что у нас свадьба в стиле лофт, у нас будут вот такие вот агрессивные даже элементы. У нас у невесты будет кожанка, у нас будут такие сапоги у невесты. То есть, все такое очень брутальное и, казалось бы, не невестинское, но я уверена, что и на фото, и на видео это будет очень круто. И это очень главное подходит по темпераменту наших молодоженов, по темпераменту наших рокеров таких. В общем, мне кажется, что прямо вот персик. А еще, что мне очень нравится, здесь в номере, по всему периметру номера есть вот такие вот софиты. И даже в спальне, даже в спальне есть такие софиты, которые висят над кроватью. То есть, прям вообще такое ощущение, будто вот прям вот мы приехали сейчас снимать серьезное кино. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Дим, классно, да, когда у тебя такая жена-красотка просыпается, и сразу красотка. И ты смотришь на нее и думаешь, вот это мне фортануло. Вот это мне фортануло, вот это красавица у меня жена. Я в свою очередь достала уже халатик для того, чтобы сделать как раз-таки съемку сейчас в халатике. Мы сделаем губки невестки. Ребят, в час мы должны отсюда уйти. У нас номер до часа. Остался час. Обнялись. Приобними. Это моя хорошая. Это моя хорошая, мой кусочек. Женушка, женушка моя. Еще, еще, еще побудьте. Будем, будем. Ребята, надо всем уйти, ребята. Так, да, да, да. Вот, поехали. Вот, отлично, еще, еще. И так присели, присели как бы, да, немножко меньше лежим. Вот, да, 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 друг к другу. Поближе. Давайте без поцелуя. Поближе просто приляг к нему на плечо. Вот, чуть к окошечку разверни лицо свое. Вот, шикарно, к свету, прекрасно. Ты на нее смотришь. Обратите внимание, как проходит сейчас съемка, насколько живо фотографы и видеографы работают с парой, вызывают эмоции для того, чтобы ребята улыбались, смеялись, Леша подглядывает. Здорово. Есть? Завтракаем? Да. Супер, все, идем завтракать. Так, короче. Завтракаем. Друзья, всем нужно свалить. Нас не касается. Лофт абсолютно во всем. Это вот к вопросу, а как должна выглядеть лофт свадьбы? Это просто снять лофт-зал. Ну вот, если посмотреть, вот, сегодня я буду обращать прям внимание ваше, и вы будете видеть эти детальки лофтовые, да, которые прослеживаются не только в образе невесты. Хотя, вот сейчас мы посмотрят на нее, вы скажете, ну, это какой-то шик, да, это прямо такие волны такие. Кстати, этот, эти апартаменты так и называются. Лофт, то есть, в общем-то, можно, далеко ходить не надо. Лофт, 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 все, лофт, лофт, там все. А мы приехали на следующую площадку, уже проехались так немножечко туда в стороночку и поняли, что нравится прям такой городочек здесь, как будто бы, как будто бы городочек. Ждем, пока приедет хозяйка этой площадки. Понимаете, вот я вот одна тут на диете сижу, значит, калории считаю, а они у меня специально, вот, это просто закон подлости, понимаете, они специально меня привезли туда, где булки, булки, дефирюшки. Проще, у тебя полезная еда, Фрэнс. Давай, пап, нам помнишь салат. Что начинается? Алина сейчас мне рассказала, что она в основном берет себе кофе с кокосовым молоком, либо безлактозным молоком, и все на нее смотрят, типа, ого, пришла тут фифундия. Безлактозным молоком ей надо. Ёла пытается дозвониться до владелицы кафе, владелицы лофта, кафе, так называла кафе, как будто бы хинкали. Нет, она говорит, что она владелица. Так, входная группа под вопросом. Да, входная группа пока под вопросом, честно говоря. Идем к залу и расстраиваемся, потому что рядом какие-то люди без определенного места жительства, люди, которым очень не хватает денег, они их просят в открытую, не стесняясь. Какие-то магазины для взрослых, супермаркеты. Ну, как-то это было грустно. Ну, ладно. Ну, вывеска довольно стильненькая. Заходим и снова лестница. Здесь довольно стильненько, кстати. Здравствуйте. Здравствуйте. Заблудились мы. Заблудились. Прекрасный кирпич. Видишь прекрасную люстру. Огроменную барную стойку с деревянными вот этими. И, получается, там и мойка открыта за этой барной стойкой. То есть, в принципе, если там кто-то будет ухаживать за гостями, то будет все видно. А можно попросить свет включить? Конечно. Лампочки, интересные лампочки на люстрочках. А что-то липнем, да, немножко? Немножко липнем. Да. Качели так и остаются, да, здесь? Конечно. Стационарные. Угу. Расскажите, что здесь, что здесь, как? У вас мебель своя есть, нет? 20 барных стульев, 2 дивана, стол. Ну, в общем, мебель все равно всю свою привозит. Ну, есть, да. Здесь она привозит. Да, да. Ага. Сколько здесь максимальная посадка? Пакетом? Да. А в основном где сажают обычно, вот, президент на стол, если делают, то куда? Вот на фоне белой стены? Да. Да. Да, я тоже думаю, что туа сцену, а вас куда-нибудь сюда. Еще же многие здесь делают. Сколько это называется сейчас? Вы знаете, церемонии? Да, да, да. Это так круто делали ребята, здесь поставили красит, здесь формули все сделали. Угу. Очень красиво, конечно. Угу. Угу. У меня просто там у бара сидит как-то не особо, мне кажется. Ну, да, я тоже думаю, что, конечно, если вам садиться, то куда-нибудь... Функты большие. Вот сюда. Вот куда-нибудь сюда. Да, сюда, наверное. А есть какие-то смежные помещения, где можно разместить кейтеринг артистов? Здесь ширма, да? Она не мешает, здесь ширму делаем. Угу. Она никому не мешает, здесь очень удобно выносить получается. А, а там вход в туалет. Ну, то есть все равно он в зале получается ширма у нас, да? Ну, вот здесь вот такое расстояние на туалет. Здесь просто такая черная стена, вот черная стена расстает, ее не видно и не слышно. Угу. А место для артистов у нас, если артисты будут выступать? Гримерка. Гримерка есть. А где? Покажется? Мы снимаем салон. Рядышком, да, где-то здесь? На нашем этаже мы снимаем дополнительно комнату в салоне. Угу. Мне понравилось то, что, опять же, это всего лишь один зал. То есть, получается, гости заходят, вот они на фуршете, и тут рядышком уже, может быть, там заканчивают декор банкетного зала, тут уже там, может быть, что-то выставили. Нет вот этого эффекта вау, потому что ты зашел, уже все рассмотрел, все увидел, уже все пофоткал. Ничего хорошего. Нету места для артистов, хотя там какая-то была дальше по коридору гримерка, но мы ее даже смотреть не стали. Вот сюда Марсалла впишется очень хорошо, я хочу вам сказать. Здесь прям вот она просится, здесь вот за счет вот этих золотого света этого очень хорошо встанут золотые киевари, очень хорошо. Здесь прям вот оно идеально впишется, но здесь, ну, есть определенные нюансы. Первый нюанс – это здесь только одно помещение, и для того, чтобы нам разместить кейтеринг, там устанавливается ширма в отдельной стороне, места мало, официанты все не спрячутся. Место для артистов, получается, ну да, оно есть, но это отдельная комнатка, куда-то мы уходим, это за доплату. То есть, конечно, нюансики есть. Плюс идти через все вот эти… Да, плюс ты проходишь мимо там всяких этих торговых рядов, дядя охранник серьезно сидит, при входе смотрит на тебя, да, из-под брови, вы кто, куда вы идете. То есть, конечно, нюансы есть, но в целом, вот по атмосферности здесь приятно, не поспоришь, и оно хорошо, золотые киевари, хорошо сюда, конечно, встанут, здесь также не поспоришь. Но, 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 но мы будем смотреть, я думаю, еще. По итогу мы едем дальше, смотрим дальше, и следующий этап, что мы сделаем, мы выпишемся за и против на листики, и будем, уже когда общаться, мы будем подводить итоги, что нам хочется. Да? Все, поехали дальше. Самое главное, почему мы в дальнейшем решили отказаться от этой площадки, это потому, что менеджер нам сказала, что она не знает судьбу этого лофта на ближайший год, а нам нужно было уже забронировать площадку. А если сама менеджер не уверена в том, будто они существовать или нет, то, честно говоря, предсказаний делать не хочется, и убеждать их в том, что они не закроются тоже. Ну, хорошо, хорошо. Да, нормально, вы проработаете. Важный момент, почему вообще мы выбрали вот такие апартаменты, почему не просто там какую-то, да, сняли гостиницу, или не там, не пальмиру ту же, которая находится рядом с этой площадкой, потому что ребятам очень хотелось сделать так, чтобы с утра у них были валяшки, а-ля они проснулись вместе, там их спальня, дальше они пришли позавтракали, поэтому мы искали апартаменты, чтобы обязательно была кухня, вот здесь вот есть такая кухонная зона, где ребята будут завтракать, и после этого уже Алина переоденется, сейчас она пижамки, Дима сейчас тоже наденет пижаму, после этого Алина переоденется в халатик, и мы доделаем ее образ, добавим как раз-таки на губах красную помаду, которая нам очень нужна, сейчас я посмотрю, кто пришел одну минуточку, да, нам нужны вот капсулы, спасибо большое, спасибо большое. Ребята, кому нужно кофе, кофе есть, вот, позавтракали, дальше Алина переодевается в халатик, а Дима в этот момент у нас уходит, потому что он не должен ее видеть до того момента, как она не переоденется уже в платье, и до того момента, как она не будет в полной былой готовности, то есть вот этот эффект вау, да, когда он впервые увидит невесту в платье, мы хотим, чтобы он все-таки сохранился, чтобы он был, дальше нам хотелось, конечно же, чтобы было много места, это важно, потому что сегодня у нас на площадке работает много людей, как вы видите, да, операторов 4 человека, фотографов 2 человека, плюс я и координатор еще 2 человека, ну и плюс молодожен, посчитайте, да, сколько человек сейчас находится на площадке, конечно, если бы это был какой-то небольшой гостиничный номер, вряд ли бы было бы максимально комфортно находиться в этом номере, а знаете, что хотела вам сказать, так как меня смотрят невесты в основном, да, вот такую вот ремарочку хочу сделать небольшую, вот представьте такую ситуацию, да, что вы приходите, я не знаю, куда-нибудь, ну в данном случае в гостиницу, захотели водички, раз, есть водичка, захотели там перекусить, раз, круассанчик лежит, захотели кофе, раз, есть кофе, какое у вас впечатление будет, да, у вас будет такое впечатление, что, нифига себе, обо мне так заботиться, это так приятно, и вам хочется как-то сделать тоже хорошее, да, хорошо этому человеку, там, этим людям в ответ, тебе действительно приятно о том, что о тебе заботиться, и в данном случае, конечно, когда работает команда, которая старается для вас, дорогие невесты, когда работают фотографы, видеографы, которые стараются для вас, чтобы был очень крутой результат, я думаю, что ведь нет ничего сложного в том, чтобы поработать, так скажем, на благо команды, и чуть-чуть позаботиться о них, может быть, действительно продумать о том, что была водичка, кофе, может быть, что-то перекусить, потому что ребятам захочется выложиться не просто на 100%, а на 200%, сделать вам еще лучше, потому что они будут видеть о том, что, ух ты, слушайте, ничего себе, как приятно, я даже не ожидал, это, нет никакого правила, что это нужно делать так, но это просто приятно, и людям захочется дать еще лучший результат, подумайте над этим, особенно те, кто пишет, что, а что я должна, а почему я обязана кормить фотографов и операторов вообще, пусть они сами себе закажут ланчбокс какой-нибудь, или там, привезут с собой, подумайте об этом. Ведем, прошу вас, уважаемые гости, проходите, пожалуйста. Снимать можно на так, немножечко. Ага, спасибо. Уважаемые дамы и господа, я рада видеть и приветствовать вас в нашем зале на торжественной церемонии мракосочетания дорогих и близких вам людей. Встречайте аплодисментами жениха и невесту. наполненные красотой, волнунией и любовью. Проходите, пожалуйста, на стоечку. По старинному обычаю, знакомству и верности прошу вас обменяться обручальными пользами. Сегодня, 5 октября 2018 года, во дворце правосочетания номер один города Москвы ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга! Я хочу сказать, что это было вполне себе трогательно. Мне очень понравилось, как предлагала регистрацию. Девушка в Кривоедовском бортсоборок сочетания. Молодец! Это было здорово! Иди сюда, постраду, постраду, постраду! И всего вам доброго! Жень, ну скажи, что это самые трогательные ЗАГСы. Все ЗАГСы, самые отличные ЗАГСы, самые приятные. И самая трогательная регистрация. Никаких лодок. И никаких лодок, и океанок любви. Это было очень приятно. Очень приятная гадания. А вы знаете, у меня даже мурашки побежали. Я хочу вам сказать. Воу-воу! Поздравляю вас! Вы муж и жена теперь. Все, выдохнули? Нет. Ну, и того, регистрация длилась где-то минут 5-7. Да. А ожидание 40 минут. Да, а ожидание 45 минут. Алина, ну вот сейчас, после того, как уже регистрация прошла, у меня есть? А я не понимаю. Ты еще не поняла, да? Я там стояла, постояли, ответили, разошли. Вот, вот оно, вот. Да, да. А потом, сейчас, сейчас что-то будет, я не поняла. А когда, когда начало? Завтра, наверное. А когда начало? Сегодня так, нормально. А завтра? Ну, расскажи, девчонка, потому что тебя же будут смотреть на все те девчонки, которые, 880 человек, как минимум, из чата невест, которые тебя знают очень хорошо. Расскажи вот это ощущение, вот когда ты только зашла, что чувствовала, что внутри было? Я боялась. Серьезно? Нет, мы сначала с Димой хотели сбежать, и на улице тогда же отошли, но потом, ну, ладно. Так и быть, ладно, все пришли уже. У нас просто мама заметила, потому что, ну, ладно, не будем. Вот, а потом мы зашли, и я так, ну, я Диму за руку сжала, и чувствовала, что вот есть что сжимать. Вот я сжимаю. У меня нормально было, хорошо. Я такая, господи, что происходит? Я запомню, я запомню. Я ничего не поняла. Ничего не поняла. Ну, ну, запомнила я. Сейчас. Я посмотрю. Я потом посмотрю, да? Я тебе сейчас еще видео здесь пришлю. Я с двух... Я сегодня оператор с двухкамер. Ультезадача. Двухкамерная съемка, недорого. Недорого. Это можно подглядывать за кем-то в окошке. Еще есть? Я не понимаю, какой я... А, это я вот тот дом вижу? Обалдеть. Слушайте, это я вижу дом, который находится очень далеко отсюда. Здесь, конечно, панорама такая, что охватить вот это все глаза просто невозможно. Знаете, куда не посмотришь, где-то что-то двигается, шевелится, машинки едут, как будто бы какие-то муравьишки, знаете, туда-сюда. Мне кажется, что очень крутая идея была поставить бинокль здесь, потому что, ну, реально, глаза меня охватишь, вот так в бинокль посмотришь, и обязательно нужно побывать. Девчонки, обязательно. Ставьте себе прям вот галочку. Берите карандашик и записывайте. Нужно побывать в апартаментах Москва-Сити. Корнева Ирина Корнева Ирина Она по любви Банкетный зал, побережье веранда Рядом с Ириной крутая команда Каждая девушка свадьбы достойна Веселой и красивой Ирина спокойна Она на вопросы знает ответы Только для вас открывает секреты Сказка становится с нею реальной Ваша свадьба может стать уникальной Корнева Ирина Тысяча три сообщения в личке Корнева Ирина Она по любви, не по привычке Корнева Ирина Тысяча три сообщения в личке Корнева Ирина Она по любви